В Северском районе отметили День Российского Триколора, одного из главных символов нашей страны, олицетворяющий величие сильного единого государства, сплоченность его народов, славу многих поколений. 22 августа день государственного флага России. В этом году Триколор отмечает юбилей. 350 лет назад царь Алексей Михайлович отдал приказ поднять бело-сине-красное полотнище над кораблем «Орел». В 1705 году Петр I утвердил бело-сине-красный флаг, придав ему статус государственного. 22 августа 1991 года в стране подняли трехцветный российский флаг, который стал официальным символом страны. Праздничное мероприятие, посвященное Дню государственного флага Российской Федерации, прошло на площади Дома культуры. Станицы Северской. Мероприятие началось с торжественного выноса государственного флага. Огромное полотнище триколора пронесли по площади перед районным Домом культуры. По бокам трехцветного знамя молодежь Северского района выстроилась в форме двух сердец, после чего образовали слово «Россия». После праздничного флешмолба ко всем присутствующим обратился глава Северского муниципалитета Адам Джерим. Сегодня наша общая задача – воспитать в подрастающем поколении бережное отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к родному району, краю и Отечеству, чтобы выросли достойными гражданами Великой России. В этот знаменательный день от всей души желаю вам, дорогие земляки, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучия и согласия всегда живут в ваших домах. Мира и добра вам! С праздником! По сложившейся традиции в День флага России и в преддверии 95-летия образования Северского района, юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста, торжественно вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Праздничное настроение всем гостям мероприятия дарили солисты Северского дома культуры, а также лучшие хореографические коллективы района. День государственного флага Российской Федерации «Символ национального единения» и общей ответственности за настоящее и будущее России. Елена Меркатан, Владимир Галуцкий, Руслан Лоуф, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». В канун нового учебного года в Северском районе прошел традиционный августовский педагогический форум. В этом году мероприятие состоялось в необычном формате фестиваля «Шаг к успеху». Учителя со всего муниципалитета собрались на одной площадке, чтобы поделиться друг с другом творческими идеями и успехами. Мероприятие посетил и глава муниципалитета Адам Джарим. Он пообщался с учителями и пожелал им хорошего учебного года. Первый фестиваль педагогической общественности продемонстрировал все многообразие талантов учительского сообщества. В прошедшем учебном году 32 педагога из Северского района заняли первые места в краевых и всероссийских конкурсах. На стендах представили фотографии победителей. Я представляла Северский район на значимом всероссийском конкурсе за достижение педагогов и очень горда тем, что мы победили. Конкурс очень ответственный, мы тщательно готовились к нему и пришли к такому отличному результату. В школах Северского района активно развивается робототехника. Дети под руководством учителей по чертежам и собственным эскизам программируют и создают управляемые механизмы. Роботы собраны ребятами, они программируются, они двигаются, они управляются. Дети сами придумывают программы, например, это слово даже не ходит. Большое внимание всех посетителей фестиваля привлекла площадка дошкольных учреждений. На стендах представили игровое оборудование, проекты, рисунки воспитанников детских садов. Особый интерес не только у детей, но и взрослых вызвала умная доска-бизи-борд. Игрушка помогает развивать у ребенка моторику рук. Одной из самых ярких стала площадка ТИКО-конструирование. Трансформированный игровой конструктор, рассчитанный на детей от трех лет, позволяет создавать фигуры разных форм и размеров. На создание этого робота у воспитателя и детей ушло несколько дней. Мы можем изучать алфавит с такими шарнирными детальками. Собираются они очень достаточно легко, это для мелкой моторики отлично вообще подходит. Также есть цифрные наборы, то есть мы можем изучать и цифры, и простейшие примеры решать. Конечно, в первую очередь это знакомство с геометрическими фигурами, это знакомство с понятием плоскость, с понятием объем, ну и, соответственно, пространство, что находится внутри объема. На празднике свою тематическую площадку представила Северская детско-спортивно-юношеская школа. В этом году наша школа празднует свой 50-летний юбилей. За это время в школе выпустилось более трех тысяч учащихся, которые входили в свое время в разный состав сборной и Советского Союза, и России. Заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса. Сегодня у нас в школе работает 14 тренеров, из них 8 тренеров. Это выпускники нашей школы. В сентябре начинаем свой учебный год, поэтому сейчас мы приглашаем всех ребят записаться в нашей секции. Настоящим подарком для всех ценителей авиамоделирования стала тематическая площадка, представленная Черноморским объединением технического моделирования. Уже четвертый год подряд дети своими руками создают копии известных самолетов и машин. В процессе работы над моделями ребята изучают также устройство техники и историю ее создания. Работы выполняются из картона обычного, красить обычный гуашь и смешанное с приемом ПВА. Используем трубочки, ушные палочки и проволоку. Работы выполняются по чертежам в разных масштабах. В основном используем масштаб 1,25, 1,33, 1,32. Мы участвуем в конкурсах различного уровня сложности, краевые, районные, получаем грамоты и кубки. Большую экспозицию на фестивале «Шаг к успеху» представил и Северский ЦРТДЮ. Порадовал яркими костюмами и декорациями проект «Театр для всех». Удивил полетом творческой фантазии проект, связанный с созданием детьми своих собственных мультипликационных фильмов. Не забывает в Центре развития детей юношества и традиционные промыслы. Действует кружок казачьей ремесла. Одно из его направлений – холодная ковка. Ребята занимаются вот такими-то разными интересными вещами. То есть они делают всякие разные элементы. Элемент валютка, элемент шишка делают. То есть это все делается, они делают все это вручную. Можно делать, конечно, на останки. Но мы больше стараемся делать все это вручную, чтобы они знали, как это делать. Делается такими-то вилками. То есть вилка зажимается в тиски и начинает загнать. Вот так вот мы загинаем, вот такие вот вещи у нас получаются. Дальше выгинается. Этих элементов можно делать всякие разные. То есть вот смотрите, вот один элемент. Тут же сразу переворачиваем в другой элемент. Продолжился форум пленарным заседанием педагогической общественности в зале районной администрации. Тема совещания – образование Северского района. Стратегические ориентиры. Наступает новый учебный год. Каким он будет? Как всегда трудным, как всегда интересным, как всегда дающим знания всем. С новыми мыслями, идеями, проектами подойдут к школьному порогу наших учителя и откроются двери учреждений. Наша задача – войти в десятку лучших в крае по качеству общего образования. Более 14 тысяч учеников в новом учебном году идут в школы. 5600 дошколят посещают детские сады. Участники конференции обсудили федеральные проекты, которые предстоит воплотить в жизнь в этом учебном году. С докладом об итогах развития системы образования в муниципалитете выступила начальник образования Любовь Масько. Завершилось мероприятие – церемония награждения. Лучшие педагоги района получили памятные медали и почётные грамоты из рук районного руководства. Оль, а давай материнский капитал обналичим? Машину поновее возьмём, на юга сгоняем. Гриш, эти юга будут на севере, на лесопогрузчике поновее. Сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать, передать или обменять. Это незаконно. Любой, кто пытается это сделать, включая владельца, становится соучастником мошенничества. Направьте материнский капитал на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсию мамы. Пенсионный фонд России. Оль, а давай тогда квартиру побольше возьмём. Угу. Я Горохова Диана Равкатовна, являюсь руководителем клуба 19 лет. За 19 лет работы в нашем клубе количество занимающихся увеличилось до количества 200 человек. Начиналось всё очень просто. С группы любителей фитнеса и со временем клуб разросся до больших размеров. Сейчас в клубе действуют группы восточного танца, фитнес-направления. Основная масса, конечно же, занимаются у нас дети, занимаются спортивной акробатикой, акробатическим рок-н-роллом. Кстати, новый вид спорта, который существует всего лишь в пяти муниципалитетах Краснодарского края и начал развитие также в нашем клубе. Основной упор у нас идёт, конечно же, на гармоничное развитие личности как в спортивном мире, так и в мире искусства, в хореографии. Мы с детьми периодически выезжаем на соревнования, на краевые смотры, конкурсы, на фестивали, на первенство России. В копилке наших достижений есть и чемпионаты Краснодарского края, первенство Краснодарского края, всероссийские соревнования по спортивной акробатике, первенство по акробатическому рок-н-роллу, всероссийские конкурсы хореографического искусства, на которых вы становились обладателями гран-при, лауреаты первой, второй, третьей степеней. Наш коллектив уже знают далеко за пределами Краснодарского края. Наш коллектив является визитной карточкой Северского района, украшает все праздники и мероприятия. За годы работая в своём клубе, я поняла одно, что это не только работа, это не просто работа, это моя жизнь, это моё кредо, это зал, это мой второй дом. Благодаря пониманию, осознанию того, что приходя в зал, ты приходишь не просто на работу, а приходишь домой, отсюда получаются хорошие результаты. Это результативность на соревнованиях, на конкурсах. Из моих воспитанников вырастают не просто спортсмены, не просто артисты, они вырастают хорошими людьми. Людьми, которые будут поднимать наше государство, служить нашему государству, нашей родине, служить нашей малой родине. Мои выпускники приходят, возвращаются в нашу станицу, становятся тренерами рядом со мной, в одном зале. Наша команда увеличивается, и я надеюсь, что мои выпускники, мои ребята будут продолжать любить спорт и прививать своим детям и всем нашим выпускникам любовь к спорту, любовь к жизни, стремление к успеху. Главной задачей нашего клуба является пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей, подростков, молодежи в социальную жизнь нашего района, поддержание спортивного духа, соревновательного духа, а также вовлечение родителей и взрослого населения в спортивную, в активную жизнь Северского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проходи, разве счастье можно планировать? Счастье не планирую. МЧС России предупреждает. Регистрация маршрута – гарантия безопасности. Алло, я бы хотела зарегистрировать туристический маршрут. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»